Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Десантные войска отметили 90 лет со дня основания. Праздничные мероприятия в Речице начались с возложения цветов к памятникам воинам-интернационалистам. Основателю элитных войск Василию Маргелову к братской могиле воинов Советской армии в Парке Победа, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году к традиционным праздничным торжествам приурочен ряд юбилейных мероприятий. Среди них праздничная программа «Никто кроме нас». Праздник нынче у всех, кто в беретах, тех, кто служит и тех, кто в запасе, кто печатает шаг на планете, твердо зная, никто кроме нас. На летней площадке с амфитеатром 2 августа приветствовали всех, кто пришел разделить радость торжества, с которым ежегодно, тепло и искренне поздравляют главных героев – воинов воздушно-десантных войск и сил специальных операций. Это праздник мужественных, сильных телом и духом людей, настоящих патриотов своей Родины. Тех, кто не понаслышке знает, что такое настоящая мужская дружба, достоинство и честь, кто всегда первым штурмовал самые горячие точки, вступая на защиту Отечества, кого не раз обнимало в своих объятиях «Синее небо». Для зачтения приказа министра обороны и поздравления на сцену приглашен военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов. Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, уважаемые ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций, 2 августа в Республике Беларусь отмечается День десантников и сил специальных операций, установленные в ознаменовании выдающихся заслуг воинов-десантников всех поколений в защите Отечества. В годы Великой Отечественной войны воины-десантники покрыли себя неувидаемой славой на полях сражений. За мужество и доблесть, патриотизм и бесстрашие, умение свято хранить воинское братство и побеждать в самых сложных условиях, они снискали заслуженную любовь и уважение народа. В Республике Беларусь славные традиции поколения победителей бережно хранят и умножают военные силы специальных операций. В напряженных буднях военнослужащие успешно совершенствуют навыки решения специальных задач в интересах обеспечения военной безопасности государства. Белорусский народ может быть твердо уверен, воины сил специальных операций и впредь будут эффективно решать самые сложные задачи, надежно защищать национальные интересы Родины, безопасность и спокойствие наших граждан. Поздравляю ветеранов, личный состав сил специальных операций с профессиональным праздником Днем десантников и сил специальных операций и 90-летним со дня образования родовойств. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в военной службе и труде на благо нашей Родины, Республики Беларусь. За 90 лет крылатая пехота вписала немало ярких страниц в историю вооруженных сил страны. Преданность Родине, бессмертные подвиги десантников навсегда сохранены в памяти народной. Героизм, бесстрашие крылатых пехотинцев – пример для подрастающего поколения, которому предстоит служить в вооруженных силах Беларуси. Никто кроме нас не выдержит это, воздушный десант на самом краю. Никто кроме нас мы падаем в небо, несут купола к победе в бою. Когда-нибудь приснятся туманы под крылом, и купол шелестящий по траве. Сохочется собраться, исполнить облом, поднять бокал во славу МДВ. Никто кроме нас не выдержит это, воздушный десант на самом краю. Никто кроме нас мы падаем в небо, несут купола к победе в бою. От лица районной власти, представителей воздушно-десантных войск и сил специальных операций поздравил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Речевского райисполкома Александр Горбач. Среди наших земляков немало тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне. Прошел Афганистан. Наши боевые заслуги стали достойным примером патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения. Приятно отметить, что в гражданской жизни голубые береты остаются в строю. Многие из вас сегодня ведут активную общественную деятельность, вносят достойный вклад в патриотическое воспитание подрастающей молодежи. Спасибо вам за добросовестное и самоотверженное выполнение воинского долга. Желаю успехов, здоровья, бодрости, духа, мирного неба над головой, крепкого здоровья, надежного тыла, счастья и благополучия. С праздником! За ВДВ! Александр Горбач выразил особые слова благодарности руководителю военно-патриотического центра специальной подготовки до призывной молодежи СКИФ Владимиру Гоброву за патриотическое воспитание подрастающего поколения, организацию досуга, пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. Во время проведения мероприятия речечения и гости торжества узнали многое о создании и деятельности ВДВ в разные периоды. Так, именно 3 августа 1930 года под Воронежем во время учений был сброшен парашютный десант, что было взято в качестве точки отсчета нового рода войск. Однако еще за два года до этих событий на территории СССР произошла успешная высадка десантников, причем сразу в боевых условиях. Нынешний год юбилейный – 75 лет победы над фашизмом. В годы Великой Отечественной войны голубые береты не раз доказали, что способны вести боевые действия в самых сложных условиях и ситуациях, благодаря своему воинскому мастерству и силе духа. Они показывали образцы мужества и стойкости в Прибалтике, Белоруссии, Украине, Подмосквой. Участвовали советские десантники в жестоких боях за Кавказ, в Сталинградской битве громили врага на Курской дуге. Немало подвигов совершили фронтовые разведчики, отряды особого назначения НКВД и ГРУ, которые также забрасывались в тыл к немцам парашютным способом. Среди присутствующих на торжестве ветеран спецотряда НКВД славный Алексей Пименов. Я боец знаменитого спецотряда славный, которым командовал и создал Анатолий Павлович Судопалатов, который работал вместе со Сталином. Дорогие друзья, желаю всем здоровья, семейного благополучия, добра и счастья, чтобы речицы всегда были в Гомельской области на первом плане. Губернатору так и скажу, Привалу так и скажу. Дай Бог вам всем здоровья, счастья и добра. Более 9 лет ограниченный контингент советских войск в Афганистане в составе 40-й армии исполнял интернациональный долг, начиная с операции «Байкал-79» и вплоть до вывода войск. Самые сложные задачи ложились на плечи десантников и спецназа. Результат был всегда один. Задача выполнялась. За этот период 79-го по 89-й год воздушно-десантные войска не посрамили славы ветеранам Великой Отечественной войны, а в значительной степени укрепили ее. 47 наших земляков проходили службу в этот период в воздушно-десантных войсках, в частях спецназначения. Я хотел бы перечислить эти части. 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, отдельный 345-й гвардейский парашютно-десантный полк, 56-я отдельная десантно-шумовая бригада, 15-я гвардейская бригада спецназначения, 22-я бригада спецназначения, десантно-шумовая батальона Кандагарская и Жилобацкая. Я хочу пожелать вам всем в этот юбилейный год счастья, здоровья, мирного неба, любви вам и вашим близким. В завершение мероприятия на сцену поднялся руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки до призывной молодежи СКИФ Владимир Гобров. В своем приветственном слове он поблагодарил ветеранов воздушно-десантных войск и сил специальных операций за помощь в проведении мероприятия и передал поздравления от командующего войсками сил специальных операций Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко, председателя парламентской комиссии по национальной безопасности Беларуси генерал-майора Олега Белоконева и заместителя командующего ВДВ России генерал-майора Анатолия Концевого. Завершился концерт исполнением песни «Синева», ставшей неизменным атрибутом празднеств «Голубых беретов». Расплескалась синева, расплескалась, по петлицам развелась, по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по кровным, подесантным законам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по гвардейским, подесантным законам. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости, а видеоматериалы городской жизни вы также можете найти на нашем сайте телевид.бай. Всего доброго, приятных выходных.